Сегодня в Думе Николая Ковалёва важные гости. В 95-летний юбилей поздравить ветерана Великой Отечественной пришли, градоначальник и военком. Цветы, денежная премия и слова благодарности за подвиги. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецких фашистских захватчиков участник обороны Салинграда получил ещё одну важную медаль. Ай, сказка. Николай Петрович родился на Смоленщине. До войны окончил семь классов и поступил в техникум. Именно на ущобе его и застала новость о нападении Германии на СССР. Возвращаться домой не стал. Временно работал в колхозах, а затем перевёлся в другой город продолжать обучение. Но вскоре враг добрался и туда. Совсем юный Коля направился в тыл. В Свердловской области прошёл курсы радиотелеграфистов и попал на фронт в пол гвардейских миномётов. Стал командиром легендарной «Катюши». Одна установка на себе имела 16 снарядов. Каждый вот этот залп летит на указанную цель. Выезжаем на огневую позицию, залп дали и назад. Самым активным стало участие фронтовика в Сталинградской битве. Там 17-летний Николай получил медаль за оборону Сталинграда. Освобождал Украину, Румынию и Венгрию. Ветеран окончил артиллерийское пехотное училище и после окончания войны продолжил службу в танковых войсках. Бобруйск приехал в 1962 году. После увольнения в запас в звании подполковника Николай Ковалёв работал на руководящих должностях. Мы выполняем ту добрую миссию, которая сегодня даёт нам возможность поблагодарить наших ветеранов. Сказать им огромное спасибо от лица исполнительной власти, от лица детей, внуков, правнуков. Сказать им огромное спасибо и слава благодарности за победу. Ветеран благодарил гостей за внимание. Был очень растроган. Сегодня, признался Николай Ковалёв, для него главное, чтобы потомки помнили, какой ценой досталась Великая Победа. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.